Всем привет! Сегодня готовлю торт Карпатка. Тортик на основе заварного теста с кремом пломбир. Займемся приготовлением теста. В кастрюльку выливаем 200 мл холодной воды. И добавляем 100 г сливочного масла, а также щепотку соли. И доведем эту смесь до кипения. Теперь всыпаем заранее просеянную муку. И не снимая кастрюлю с огня, завариваем тесто. Лучше всего это делать с помощью деревянной лопатки. Когда тесто собьется в один комок, это значит, что оно уже готово. Отставляем кастрюлю с тестом в сторону и даем ему остыть до еле теплого. Когда тесто остыло, по одному вводим 4 яйца. После каждого яйца вымешиваем тесто до однородного состояния. И только потом добавляем следующее яйцо. Получилось густое, тянущееся тесто. Разъемную форму диаметром 24 см нужно выстелить пергаментом и смазать немного сливочным маслом. Выкладываем половину теста, разравниваем. А потом с помощью лопатки создаем на тесте неровности. Делаем это для того, чтобы готовый корж был рельефным. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Пока выпекаются коржи, есть время заняться приготовлением крема. Яйца взбиваем с сахаром. От общего количества молока, а его у нас 600 мл, 100 мл вливаем к взбитым яйцам. Остальное молоко выливаем в кастрюльку и доводим на плите до кипения. Затем к молочно-яичной смеси добавляем ванильный сахар и крахмал. И все это нужно хорошо проработать венчиком, чтобы не было комочков. Половину кипящего молока вливаем к яично-молочной смеси. При этом постоянно помешиваем венчиком. Затем эту смесь возвращаем назад в кипящее молоко. Вливаем тонкой стройкой и все время помешиваем венчиком. Варим крем на маленьком огне до загустения. Работаем венчиком и следим, чтобы крем не пригорел. Получился густой, однородный, гладкий крем. Он еще горячий, поэтому нужно дать ему время остыть. Для этого накрываем его пленкой встык, чтобы он не заветрился во время остывания. И отставляем в сторону. А у нас к этому времени уже готов первый корж. Второй корж сейчас выпекается в духовке. Теперь взбиваем миксером 200 грамм размягченного сливочного масла. Когда масло хорошо взбилось, добавляем к маслу уже остывший крем. Делаем это постепенно, при этом миксер постоянно работает. После приготовления крема займемся сборкой торта. Форму, в которой мы выпекали коржи, с внутренней стороны оборачиваем пергаментом и выкладываем первый корж. На корж выливаем весь приготовленный крем и разравниваем его лопаткой. На крем выкладываем второй корж и аккуратно придавливаем торт руками. Отправляем тортик в холодильник на 3 часа, а если позволяет время, то и на всю ночь. Достаем торт из холодильника, снимаем форму и пергамент и посыпаем верх торта сахарной пудрой. Внутри торт выглядит не менее привлекательно, чем снаружи. Посмотрите, тонкие слои заварного теста, а посерединке очень вкусный крем, который по вкусу похож на мороженое пломбир. Желаю вам всем приятного чаепития! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите другие мои видео. До новых встреч! Пока!